Всем привет! Мы тут два типа блогера. Блогер в гостях у блогера. Парфюмерный блогер. Ну, парфюмерный не только. Так, в основном там парфюмерный обзор, но еще там по мелочи всякое. Все, что в голову придет. Таня Китаева. Ссылку на ее канал я оставлю в инфобоксе. Вот сегодня мы тут встретились. Ко мне приехал в Углиш второй человек, подписчик. На камеру не слышно, как кот орет, но он орет. Да, возмущается вообще адово просто. Да, и человеку не дался вообще погладиться совершенно. Хотя это как-то любопытно тут. Сосстал. Ну и что мы тут про парфюм хотели говорить? Уже все убрали в шкафчик? Да, в шкафчик нет. У меня там мой парфюм убрали в шкафчик. А знаете, у тебя есть косметичка, которая твоя... А, да, у меня же там есть всякие. Мне тут задарили косметичку. Правда, она что-то синяя в этот раз. Ну, когда свет сверху, кстати, вот те самые лампы, которые я тогда покупала в тех лампах-люстрах. Короче, еще у меня была сладкая вкусняшка, но она у меня там в комнате, в смысле на кухне. А еще у меня тут целая коллекция дисков, которые я потом послушаю. И даже отдельно обозрю. Тут не только парфюм, да, но что тут еще у нас? Там крем для рук, там всякие. Да, тени. Держи так, чтобы камера видела нас. У нас тут есть пачка сигарет, которые на самом деле духи арабские. Да, потом такой вот крем для рук. Это Dolce Milk, такой у меня уже был молочко для рук и крем для рук. От Аленки еще кого-то. Вот у нас тут эта самая пачка сигарет. Если есть в кармане пачка сигарет, значит, вам повезло, что у вас есть духи. Вот, еще парочка пробников, ну, точнее, от Levant такой, да, и я куда-то показываю, все время в бок я там. А потому что я сама еще не как-то не очень вникаю, куда там смотрят. А, это Levant, это Narcissa Rodriguez от Deparfum. Вот, от Levant. И такой вот самодельный пробничек. Или Nizia от N'Halligons. Вот, потом что еще? Остальное уже вообще там не парфюмерное. Вот такой вот, это мицеллярная вода для Рошпазе. Ну, это как бы такой мини-вариант, такой типа Тревел, я не знаю, ну, в общем, пробный такой вариант. Вот, потом, значит, тени. Это Vivienne Sabo. О, кстати, я что-то у кого-то уже видела этот Vivienne Sabo. Может, у Ленки в обзорах не знает. Ну, название знакомое. Вот, потом, ну, так всякая ерунда. Да, в общем, это такая штуковина для лаков. Я просто подумала, что она лишней не будет. Да, я всегда хотела такой. Я сказала, что это пришлось кстати. Потому что я даже не знала, где их продают, но всегда хотела такую штуку. И вот еще вот такая вот тоже на память такой, типа, сувенирщик такой. Ну, это самодельное из дерева вырезанное такое, муми-мама. Муми-мама. Муми-троль, муми-мама. Вот. Все. Еще сиреневая косметичка, которая почему-то выглядит сейчас, ну, у нас тут синей. Она выглядит синей, да. На самом деле она фиолетовая. А, да, фиолетовая и сиреневая вызвала. Ну, и мы сегодня обошли пешим город, потом немножко проехали на автобусе. Потому что было уже холодно, и от центра мы сели на автобус. И посидели мы сегодня в Токеши, заказали по мису супу, этот большой сад роулов и чайчик. Чайчик нам почему-то сделали на халяву, по скидке. 65 рублей чайчик был бы, но вот там 65 рублей сделали скидкой. Когда мы с Аленкой там сидели, нам тоже почему-то скидку сделали фигнет. Ну, короче, вкусненько посидели. Да, хорошо посидели такое. Ну, суп такой, конечно, там такой. Да, кстати. С какими-то этими, там водоросли какие-то очень жесткие места. Вакама была почему-то не размоченная до конца, и немножко попадался какой-то песочек какой-то. Вакама это водоросль. А, ну что-то в общем-то. Разновидность водоросли вакама. И в каком-то аниме даже эту вакаму какому-то лысому, побритому на лысо мальчику, вешали на волосы. Типа, если будете есть вакаму, то у вас будут волосы длинные, пышные. И что там у нас еще этот, немножко попадался какой-то, вот мне чисто в супе попадался немножко какой-то песочек. Там, значит, была этот мисса паста, потом водоросли, сыр тофу. Не знаю, чем они сметаной что-ли заправили. И вот это вот кунжут. Да, кунжут очень много там плавало. 65 рублей такая мисочка. Там что-то 250 миллилитров, по-моему. Ну, если вдруг захотите зайти в Такеши Углича, то вот вам такая мисочка супа. Классический мисосуп. И роллы вполне ничего-таки вкусные. Угу. И сытные. И куча имбиря, который мы никак даже вдвоем не одолели. Учитывая, что я его даже не пыталась одолевать, я его не ем. От него горло дерет, конечно, если вам многое съесть. И красивые. Но даже если и немного. Красивые зеленые розочки. Я даже самая забыла, как ее назвать. К имбирю идет. Васабы. Васабы? Какие вообще? Васаби. Васаби, вот. Васаби. Ну вот, как-то вот. Еще нам привезли такую мисочку чисто сахара. Можно было, наверное, весь этот сахар зафигачить в чашечку. Кстати, чай там россыпи, а не пакетиками. Как у нас обычно в Угличе много где. Даже в каких-нибудь типа ресторанах. Вот, конечно, мне прикладывают, когда такой чайник, типа, заварка тебе несут, а там внутри пакетик. Это вообще жизнь какая-то. А тут была россыпь. Смысл, да? Вот проще там, не знаю, пакетик тебе принести в чашки. Да, и самой... Чем так вот типа заваривать тебе приносят, а на самом деле там, короче, пакетик. А тут россыпь была. Да. Ну и вот мы сейчас человека отправляем на такси домой, а завтра еще погуляем. И, может быть, еще что-нибудь запишем, а может и нет. Да, может, влог какой-то запили. Да, кстати, наоборот я фотик заряжу и возьму с собой. И запишу. В общем, такие пироги. Есть какие-нибудь еще? Это мнение там по поводу Уклича, ну, еще что-то такое вякнуть людям. Ну, пока вообще впечатление классное. Так, я люблю маленькие города. Вот, там все те церкви посмотрели, какие-то музеи так со стороны. Внутри не заходили. Вот, вообще так приятные впечатления. Они по набережной погуляли. Вот, так что пока что все мне нравится. Так что, вэлком, люди, Уклич. Даже зимой тут хорошо и красиво. Хорошо, народ гуляет вообще тут, кайфует. Праздник, тем более, сегодня. Да, там... Народ угорает. Всех, кто отмечает 23 февраля, у вас 23 февраля. Идут, да, здороваются. Да, здороваются, через дорогу переходят. Не в том месте, а слегка такие мужички, трезвенькие. Мужики поздравляют нас с праздником. Да, почему? С 23-м. Мне это вообще, конечно, удивляет. Ну, вообще, сегодня 100 лет этому празднику. В 18-м году, кажется, 2018-й, 1918-й, первый раз этот праздник сделали. И вот 100 лет празднику, с праздником столетия праздника. Всех мужчин с праздником. И женщины, если они воевали. Да. Или служили. Ну, мало ли. Или они считают себя мужчинами. Ну, тоже бывает. Да. Ну, и, наверное, мы закругляемся. Потому что у нас через 13 минут будет такси, на человека как-то одеть. Нужно подготовиться. Да. Всем спасибо за просмотр. Да, подписывайтесь на Таню. Ссылка опять же будет в инфобоксе. Ус, всем пока. Пока.